Дачники хотели благоустроить дорогу, а в итоге оказались в суде. Вспышка инфекции в санатории. Разбился пассажирский автобус. Об этом и не только, я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и поддержите наш канал донатом или комментарием. В детском оздоровительном центре Колос в Кобринском районе произошла массовая вспышка кишечной инфекцией. По данным Минздрава, норовирусом заразилось 37 человек, 33 подростка и 4 воспитателя. Большинство заболеваний протекают не в тяжелой форме. Всего госпитализировали 8 человек. Сейчас в инфекционном отделении Кобринской больницы еще остаются два ребенка и один взрослый пациент. Первые случаи заболевания в санатории зарегистрировали в первый же день новой смены у детей, которые прибыли на оздоровление. Причем лабораторные исследования сотрудников пищеблока и внешней среды, в том числе продуктов питания, не выявили следов вируса. То есть, судя по всему, он разнесся контактно-бытовым путем. Добавим, что норовирусная инфекция – это острое вирусное кишечное заболевание, при котором появляется рвота, диарея и повышается температура. В Минском районе члены садового товарищества заасфальтировали дорогу и оказались на скамье подсудимых. К товариществу вели две дороги, более короткая была, естественно, предпочтительней. Однако разъехаться на ней встречные автомобили не могли. В итоге члены товарищества соорудили асфальтированные островки безопасности. Но в Боровлянском лесхозе инициативу не одобрили, ведь места для разъезда машин выходили за установленные пределы дороги, тем самым занимая территорию леса. Недавно в экономическом суде Минской области действия садового товарищества признали незаконными. Создание островков безопасности не было согласовано с лесхозом, в результате чего вред окружающей среде оценили в 14,5 тысяч рублей. Также членам товарищества пришлось потратиться на устранение нарушения. В Держинском районе автобус Москва-Брест с двумя водителями и 46 пассажирами врезался в придорожные деревья. По предварительной информации, водитель уснул в дороге, потерял контроль над управлением и съехал в кювет. После аварии скорая увезла трех пострадавших в местную больницу. Один из них находится в реанимации. Еще шестерых человек отправили на амбулаторное лечение. На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Причины инцидента сейчас устанавливаются. В реке Неноч Калинковического района утонули два мальчика. Им было 8 и 10 лет. Как сообщили в следственном комитете, ребята на велосипедах поехали рыбачить. Дети расположились на краю крутого бетонного настила. В какой-то момент они вдруг оказались в реке и не смогли выбраться из воды. По факту случившегося проводится проверка. Спасатели призывают взрослых не оставлять детей без присмотра у воды и в других потенциально опасных местах. По данным МЧС, с начала купального сезона в стране утонули 174 человека, в том числе 16 детей. Причем большая часть из них была старше 14 лет. И все они купались без сопровождения взрослых. Владелец частного предприятия в Славгородском районе выкупил у убыточного хозяйства здание и отремонтировал, но внезапно обнаружил его снесенным. Об этой странной истории рассказали на одном из госканалов. Предприниматель в 2020 году на территории старого молочно-товарного комплекса за 7,5 тысяч рублей приобрел 12 соток земли с незарегистрированными пристройками. Потом еще около 70 тысяч рублей мужчина вложил в капремонт пустующего помещения. Ремонт почти заканчивался, оставалось установить окна и обшить фасад. Однако в один из дней, подъехав к своему зданию, он обнаружил, что его недвижимость уничтожили. При разбирательстве выяснилось, что убыточное хозяйство при Сожье, которому раньше и принадлежали купленные бизнесменам объекты, в январе этого года присоединили к другому предприятию, Привольный Агро. Причем вместе с землями, которые приобрел на аукционе частник. Руководители этого предприятия снесли ветхие здания, а по ошибке заодно и отремонтированное здание предпринимателя, которое находилось по соседству. Теперь инвестор, который потерял строение и вложенные в него деньги, намерен добиваться компенсации. Стройплощадка в микрорайоне Грандичи в Гродно превратилась в место опасных игр. Здесь строят торговый центр, который станет одним из самых больших в городе. На 12 тысячах квадратных метров разместятся магазины, бутики, офисы и фудкорт. Строительные работы начались в прошлом году, но движутся очень медленно. Тем временем стройплощадку облюбовали дети, которые проникают туда сквозь огромные дыры в сетке. Подростки соорудили домики из досок и проводят там свободное время. Порой на стройплощадке возникают пожары, которые приезжают тушить спасатели. Также родителей пугают открытые колодцы. Поэтому они настаивают, чтобы на стройке поставили надежную ограду и организовали охрану. В Жодино зацвела река Плиса, в связи с чем жители города наверняка уже могут попрощаться с купальным сезоном до следующего лета. Несмотря на жару, люди не рискуют заходить в позеленевшую воду. Отметим, что реку неоднократно очищали. В последний раз это произошло минувшей зимой. Такие мероприятия обошлись городскому бюджету в 200 тысяч рублей. После этого местные чиновники и пропагандистские СМИ неоднократно сообщали о том, что вода стала соответствовать всем требованиям и нормам. Однако на днях пользователи в местных чатах опубликовали видеозаписи, которые продемонстрировали реальное состояние Плисы. Один из жителей предположил, что зеленый ковер на реке – это не цветение, а ряска. Ее приносит ветром, и она появляется весной, а исчезает только осенью. Если бы чистка Плисы не ограничивалась коротким участком, проблемы цветения, вероятно, удалось бы избежать. В Борисове родители с раннего утра выстраиваются в очередь у детской регистратуры первой поликлиники, чтобы взять талон на школьную медкомиссию. Одна из жительниц города опубликовала в ТикТок видео, пояснив, что родители вынуждены стоять с раннего утра. По ее словам, в 5.50 она была 17-й в очереди. Женщина также написала, что в этой поликлинике талоны выписывают на медкомиссию к медсестрам, ведь к врачам пробиться нереально. Впрочем, некоторые пользователи соцсети усомнились в том, что для школьной медкомиссии необходимо брать талон, потому что их выписывает медсестра участкового педиатра. Осталкивались ли вы с подобными случаями? Напишите в комментариях, если это для вас безопасно. В Бресте появился необычный байкер, который благодаря ТикТок становится все более популярным. Видео с псом-мотоциклистом Джеки собирают сотни тысяч просмотров. Автор роликов рассказал, что завел аккаунт три года назад, когда у него в семье появилась собака породы Джек Рассел Терьер. Он стал выкладывать видео от имени пса, который рассказывает разные истории из жизни. А в один прекрасный момент хозяин купил Джеки шлем и солнцезащитные очки и начал вместе с четвероногим другом кататься по Бресту, снимая поездки на камеру. Теперь забавный пассажир постоянно обращает на себя внимание на дорогах, а профиль в ТикТок завоевывает все большую популярность среди пользователей. И это все на сегодня. Ставь лайк этому видео, обязательно пиши комментарии и поддержи работу нашей команды донатом. Только делать это можно, если вы находитесь за пределами страны. До встречи и Жыве Беларусь!